так утро началось с того что забуксовала только выехала из дома и сейчас покажу какая дорога на дорога вот такая я боялась здесь ехать тут чистый лед просто каток поэтому я немножко дала правее и вот такой снег и все все я буксую ну хорошо что это случилось дома у меня есть спасатели как это там переживает сильно вот такой а я вообще боюсь здесь ехать реально боюсь вообще ужас что делать как ехать по этому катку так немножко подсыпали посмотрим что теперь будет что теперь будет ну-ка давай а вот так вот вот так вот не так все просто назад назад о наконец-то выехала на более-менее нормальную дорогу ехала не дышала вот чистый каток чуть лево чуть правая ты в канаве днем красиво солнышко уже уже пахнет весной попахивает так скажем да хотя еще только сегодня 10 февраля ну как-то уже веселее становится так а там идет товарняк я вижу товарняк пошел по железной дороге всем привет представляете утром выезжала забуксовала хорошо меня муж спас потому что я только выехала завернула за угол дома и тоже забуксовала вы видели да сейчас я отъезжала от работы а у нас там такая яма прямо на въезде а по бокам забор то есть там ну никак не вообще не выехать никак больше да только единственный выезд и вот эта яма она почему-то становится все больше и больше я уже на на неделю так вот по бокам и и обижаю но и сейчас я так попробовала справа бока там принципе без разницы с какого было справа или слева сейчас попробовала справа бока и так раз колесом в яму вперед и все чувствую что дальше машина не идет буксует хорошо мне удалось задним ходом выехать а так я могла бы там и остаться потом я попробовала с другой стороны с другой стороны мне слава богу удалось выехать я не знаю как я завтра туда въеду коллега моя осталась за мной она еще подошла ко мне говорит слушай а как тут выехать вообще я говорю ну вот пробуй так с правой с левой стороны не знаю она там за мной как она выехала будет ей потом позвоните у нее машина меньше и поэтому ей сложнее сейчас я приехала за сапогами я же так и не купила в прошлый раз сапоги потому что мне сказали что мой размер должен быть в спице ну попробую поискать будут значит будут не будут куплю тогда вот те такие разноцветные сапожки там кто-то уже кому-то уже понравились они даже они спрашивали в каком магазине но если честно я не помню какой там был магазина в рига плаза если я сейчас найду я скажу в каком магазине я видела да потому что здесь тоже такие же магазины с такими же названиями ладно пойду я в магазин такие дела вот здесь красивые резинные сапожки но они не утепленные да но так они очень красивые я бы не сказал что они легкие но более-менее такой вес у них посмотрите зато зеленые красные фиолетовые желтые а такие у меня есть похоже вот а вот эти вот эти должны быть легкие они 20 евро смотрите какая прелесть эти из этого материала вот легкого знаете я не знаю вы наверно знаете да они вот воздушные просто это больше большой размер а это маленький как всегда конечно меньше наверное вернее моего размера здесь точно не будет это 36 мне нужен 38 39 а это 41 вот так вот видите как получается с этой обуви вот такие есть но недавно тяжелые мне не очень нравится еще вот есть такие тоже не утепленные 17 евро как они симпатично выглядят кстати вот эти симпатичные это другая модель это другая модель эти вообще 13 евро эти хорошенькие можно было бы такие тоже взять тоже 36 размер еще такие но это обычные да какие можно и максим купить вот я их и нашла кстати это производство украина 2059 они легкие при легкие и внутри они довольно теплые еще есть а так те же да какие же да надо взять померить они очень легкие из той же серии что вот эти сиреневые здесь тоже маленькие размеры а эти эти грубые какие-то 19 евро и 19 евро вообще не красивые это мой размер мне нравится хочешь красивенькие были на самом деле 38 размер мне даже очень не подошел в будущую левую попросила еще одни резиновые сапоги но эти же такие супер модные видите на какой подошве здесь они такие длинные но мне почему-то вот здесь вот очень жмут хотя по моему это 39 размер так они очень хорошие они конечно не такие уже легкие как вот эти достаточно тяжелые но выглядят они прилично такой бренд кэдо каучи китайские конечно интересно это был магазин и аэропа саповый да если кого-то заинтересовали вот эти модели что я вам показывала я сейчас еще зайду в данию там еще пару магазинчиков есть обувных где бы найти мне вот теперь эти веселенькие сапожки и на нас таких возьму они были очень дешевые вот наверное здесь они были она скинг или в дании а найдем в данью кучи мне понравились эти ботиночки симпатичные марка тоци всех процентов скидка но опять же вот здесь вот здесь мне очень-очень туго не комфортно не такие клёвые как вам эти они кстати мягкие внутри такие приятные та же цена сзади молния в общем мне они определенно нравится и в них видите двойная функция мне кажется они от влаги тоже будут защищать трудно конечно сказать но что там них есть потому что они очень коротенькие так вот здесь молния но она довольно туго расстегивается но это не кожа к сожалению это не кожа в общем я смятение вот эти сапожки я их все-таки здесь нашла белые я наверно белые мне кажется белые лучше всего вот они красные зеленые серебристые и белые много разных еще таких моделей такие они так возьму я эти белые 11 евро порвутся так порвутся что еще нужно легкие как вам такие тапочки пугать и 2737 эти тапочки пугать и два вида вот еще такие серебристые такого цвета а вот я бы взяла эти но опять же маленький размер они видите какие теплые внутри и они недорогие на них скидка хорошая 998 они как выглядят как будто здесь шерсть но не знаю но похоже на шерсть маленький совсем размер 35 37 нет но это маленькие так это я была сейчас магазине ns king вот здесь вся эта обувь дешевая китайская вот взяла буду ходить теперь в лес так зайдем еще в элче там получше я хочу себе еще что-то такое получше купить кожаная там кажется эти ботиночки симпатичные были но они не кожа не кожа я уже давно зареклась я не покупаю я не могу носить нога не дышит так показываю еще одну модель я нашла но эти хорошие конечно это бренд кэдо они не дешевые они стоят не стоит 4799 еще здесь есть такие тоже резина хороший протектор цена 2799 итальянские конечно итальянские я бы эти взяла не глядя но как всегда нет размера магазин элче надо посмотреть в других торговых центрах они очень хорошенькие они действительно красивые легкие на каблучке и 20 всего 20 и всего 27 евро так здесь я была меня кто-то просил показать сколько стоят помидоры в магазине риме и там называл какие-то такие страшные цены что-то 20 евро 35 евро так вот у нас такие вот томаты стоят евро 25 сейчас другие покажу так есть еще вот такие 400 грамм 369 какие-то матики симпатичные видите какие они а килограмм получается до 923 дорогие это наверное самые дорогие сливы и 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 евро 29 килограмм получается 516 значит 599 еще есть эти наверно тоже 599 так вот такие цены кто-то говорил что огурцы по 35 евро ребята ну что откуда такая цена 2289 евро 65 300 грамм гурки с а килограмм а это кур 11 евро 65 да он 300 граммов где-то вот видите цена и здесь 1 евро 89 ну дорогие да я их не буду даже даже дешевле я бы не взяла еще есть такие упаковки здесь сколько и 5 штук небольшие но я не вижу сколько они стоят 400 грамм сейчас поищу цену вряд ли я найду без цены вышла я из армии купила сосиски детские ночью купила блинчики сосиски так хочется тоже иногда и время что-то купить не только же все в лидл покупать конечно ну почти в два раза все дороже видите как стемнело уже как красиво я снимаю такие краски но я как раз сейчас до темна успею доехать у меня ехать осталось минут 20 всем пока до новых видео